Также в фильтре можно указать массу параметров, которые ограничат выборку элементов по активности или по правам доступа к данным элементам. Простой фильтр по активности. По сути, фильтрует потому, установлена галочка активность элемента или нет. Если у вас по техническому заданию не заложено никакой иной логики, то по умолчанию данный фильтр стоит устанавливать. Администратор сайта, снимая галочку активности, ожидает, что деактивированный элемент выпадет из выборки. Активность по дате. То есть у элемента есть стандартные поля начала активности и окончания активности. При установке любого значения этого параметра будут выбраны только элементы, у которых текущая дата находится между полями начала активности и окончания активности. По активности информационного блока. То есть мы можем выбрать элементы только из активных инфоблоков, либо только из неактивных. Также мы можем выбрать элементы только из активных групп, непосредственно к которым привязан элемент. Но при этом не проверяется, находится ли эта группа в случае, если она вложена в сама активной группе верхнего уровня. Для этого есть другой параметр. Также для двух предыдущих параметров мы можем указать уточнение. Если указано значение iBlock, учитывается стандартная привязка элемента к группе. Если property, то уже учитывается только привязка из пользовательского свойства типа привязка к разделу. И также у нас есть возможность указать привязку из какого пользовательского свойства учитывается, если их несколько. Начнем с активности элемента. Фильтру по активности элемента. Вот у нас фильтр соответствующий установлен. Идем сюда, смотрим, выведен список элементов. Давайте найдем какой-нибудь элемент, который не является активным. Вот у нас есть неактивный элемент. Попробуем его здесь найти. Нет, его здесь нет. Попробуем активный элемент найти. Группировка 1. Данный элемент у нас здесь имеется. Далее давайте отфильтруем по дате активности. Соответственно, устанавливаем соответствующий фильтр. Сохраняем. Обновляем. Опять у нас выведен список элементов. Вот у нас есть элемент неактивный по датам активности. Как мы видим, начало активности у него в 2001 году, а окончание активности в январе 2014 года. Попробуем его найти. Нет, его здесь нет. Попробуем же найти предыдущий элемент, который неактивен по активности. А вот с датами у него все в порядке. Да, этот элемент здесь у нас имеется. Далее фильтруем по активности информационного блока. Собственно, обновляем. Видим, что у нас элементы вывелись. Элементы вывелись все. Теперь мы деактивируем наш инфоблок, сохраняем и проверяем, что же у нас здесь получилось. А, собственно, ничего у нас не получилось. Элементы не были выведены. И, как видите, вот здесь был установлен компонент вывода новостей. Соответствующая ошибка была написана нам. Давайте вернем все на место. Далее отфильтруем по активности группы, непосредственно в которой находится элемент. Установим соответствующий фильтр. Обновим. И давайте вот у нас есть неактивная группа. Элемент в неактивной группе. Пробуем найти. Нет, мы этот элемент не нашли. Вот у нас есть активная группа, которая находится сама не в активной группе. Пробуем найти данный элемент. Да, этот элемент находится. Фильтруем по активности группы в дереве, то есть, соответственно, до самого корня, вверх, все группы должны быть активными. Опять обновляем страницу и пробуем найти наш элемент. Нет, наш элемент найден не был. А найдется ли этот элемент и этот элемент не был найден. Вот открываем активную группу. Смотрим, да. А вот этот элемент, который находится в активной группе, у нас был найден. Идем дальше. Давайте учтем привязку по пользовательским свойствам. Для этого нам необходимо данный фильтр будет активировать. Собственно, обновляем. Увеликует элемент. И ищем, что это за элемент у нас. Вот у нас есть привязка к активной секции классификатора. Открываем. Вот соответствующие свойства. То есть, привязка к группе взрослая, она активная. А также у нас есть другой элемент. Он привязан к неактивной группе. И, соответственно, данный элемент здесь не был выведен. И все элементы, которые не имеют привязки. А у нас таких элементов большинство. Вот первый попавшийся, открываем. Он не имеет неустановленную связь. Они тоже, эти элементы не выводятся. Соответственно, мы можем отфильтровать вот таким образом, указав ID конкретного свойства. Смотрим, полученный результат. Результат остался тем же самым. По идее, вот такой это нормальный фильтр. То есть, который мы должны применять для всех элементов в своих выборках. Это мы проверяем активность элемента, собственно, активность по дате, активность инфоблока, активность того, что элемент находится в активных секциях по всему дереву до самого корня. И проверяем права доступа, по правах доступа чуть позже. Мы такой фильтр установили, сохранили, обновили и, собственно, вывели элементы, которые соответствуют этой выборке. Еще можно установить дополнительные параметры на проверку прав доступа. Для этого есть два параметра. Первый, если установлен в игрек, то будет осуществляться проверка прав доступа к инфоблокам. По умолчанию не проверяется. Второй параметр имеет смысл только, если мы определили Check Permissions, а то есть включили проверку на права доступа и определяем минимальный уровень доступа. Теперь разберем, собственно, права доступа. Я чуть ранее об этом уже заикнулся. Вот мы фильтр устанавливаем, параметр Check Permissions, Y, и, собственно, проверяем права доступа. По умолчанию у нас права доступа проверяется на чтение, если не сказано ничего иного. Вот, собственно, открываем страницу. У нас все это показывается. Мы можем выйти. Как видим, у нас страница отображается. Второй параметр, который передается, может быть, передан, это, собственно, Min Permissions, то есть минимально допустимые права. В данном случае устанавливаем W. Это уровень доступа запись. Сохраняем. Обновляем страницу. Как видим, у нас элементы пропали. Продолжение следует...